В опале береза стояла А если, видите, как хорошо получается А если еще кто-то будет кивать, то вообще будет идеально А вы учились в музыкальной школе по классу фортепиано? По классу скрипки фортепиано Но я учился вот настолько посредственно, насколько возможно Вообще есть проблема текучки музыкантов? Нет, ее... Или преимущественно это те, кто совершенствуется Есть проблема, наоборот, не текучки музыкантов Для половины оркестра работать больше То есть заниматься больше, стремиться к чему-то лучшему Грубо говоря, за ту же зарплату Это, конечно, трагедия Музыка лечит? Да, ну, конечно, музыка или высокое искусство Которое настраивает на очень высокий лад Это очень важно Это элементарная пища, которую ты потребляешь И, конечно, если это хорошая пища То она лечит любого человека Здравствуйте, дорогие друзья Вы смотрите новый выпуск программы «Один из нас» Давно у нас не было музыкальных гостей А гостей из мира классической музыки Если мне память не изменяет По-моему, вообще никогда Поэтому сегодня наш герой Специальный гость Главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан У которых мы, собственно говоря И находимся в гостях Дмитрий Крюков Добрый день! Дмитрий Крюков Дирижер Государственной академической Симфонической капеллы России Дирижер Большого театра России Главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Сегодня хочется побеседовать О вас, в первую очередь О жизни, о творчестве О работе, о жизни оркестра В том числе Поэтому, с вашего позволения Начнем немножечко биографически Издалека Откуда вы родом? Я родом из Перми Сам Собственно говоря, мои родители там оказались Случайно волею судьбы, как говорится Потому что Папа жил Мой дед по распределению работал в Таджикистане В Советском Союзе Папа был Ну, оттуда, получается Там родился и вырос Мама в Печоре жила Предки, по-моему, на дине оттуда На севере? Да, на севере, да Поморы Поморские корни И получилось так, что они в Перми встретились Просто находясь там на учебе На работе Для меня Перми родной город А для моих родителей это город Где они начали, так сказать Свою сознательную жизнь Учились, работали Для меня этот город очень много значит Но очень интересная деталь Пермь это единственный город России Где я ни разу еще не выступал Представляете, хотя это мой родной город Как так сложилось? Вот на удивление Они не знают, что вы Нет, может быть и знают Но это же не так происходит Что вот Там нужно составить перепись Всего творческого актива Кто родом из Перми Может быть так, да Может быть так Но вот в следующем году, кстати Мы с этим оркестром С национальным симфоническим Будем в Перми участвовать На очень большом фестивале Вместе с Екатеринбургским И Казанским оркестрами Это очень престижно Вот, но в Перми я вырос Я, собственно говоря Там работал В оперном театре С восьми лет В детском хоре Пел Потом в Мемансе работал Учился в хоровой школе Мальчиков По скрипке По фортепиано Причем потом Когда я уже учился В консерватории Работал долго в Москве Был такой период Когда я в Перми Не был практически 10 лет С 18 до 28 лет Я ни разу там не был Вот недавно Потому что получалось так Что мама приезжала На мои концерты Мы виделись таким образом Все время И вот недавно Я три года назад Приехал в Перми После десятилетнего перерыва И, конечно, ностальгия Думаю, что и там выступлю Однозначно Время придет Кто вас познакомил с музыкой? С музыкой Можно сказать, конечно Что мама все-таки познакомила Хотя она не является Профессиональным музыкантом Но у нее два образования Она режиссер Литературного театра Институт культуры Закончила И врач Перинатолог В доме царила Всегда атмосфера искусства Мама ходила В оперный театр Еще до беременности И во время беременности И когда я был Очень маленьким Меня водили Буквально С самых ранних лет Конечно, мама познакомила Но у меня Не было таких Ярких предпосылок Чтобы стать Музыкантом В таком Профессиональном Понимании этого слова Я учился в музыкальной школе Пел в театре Да, мама старалась Прививать какие-то книги Об искусстве Читала со мной Вводила в театр Но я не могу сказать Что это было моей страстью Вот как ни странно Мне очень нравилось В театре работать В оперном Петь в детском хоре В мемансе работать Потому что ты выходишь на сцену Тебя видят все Ну вот с этой точки зрения Такого Эпатажа В какой-то степени Для ребенка Что ты на виду находишься А вот музыка Много внимания Да, много внимания Именно вот с этой точки зрения Я сейчас могу это констатировать А вот музыка Меня Она не являлась Буквально до 14 лет Пока я до 15 Пока я не поступил в Москву Она не являлась для меня Смыслом моей жизни А вы учились в музыкальной школе По классу фортепиано? По классу скрипки фортепиано Но я учился Вы знаете Вот настолько посредственно Насколько возможно Ниже среднего статистического ученика Меня приходилось заставлять заниматься Я это делал без такого Без особенного энтузиазма Получается так На удивление Вот в хоре мне нравилось Очень петь всегда Просто в хоре В хоровой капелле мальчиков И в театре работать Потому что я говорю Потому что это сцена Но тем не менее Мы пели там все Конечно это Все равно ты работаешь Среди музыкантов Маленький Когда в театре Видишь оркестр Видишь певцов Но для меня это было Такой какой-то загадкой Я не очень понимал Что и как они делают Что касается музыки Что же стало Такой поворотной точкой Что вы решили потом Свою дальнейшую жизнь С ней связать И профессиональное образование Вот это для меня Для самого остается Мистерией абсолютной Потому что Внезапно в 14 лет Когда мне было 14 лет Я заканчивал 9 класс Я учился в очень хорошей школе Французская школа Ну дальнейший путь был 10-11 класс Идти на переводчика Поступать И мне как-то это все Не очень нравилось Мягко говоря Мне в школе было некомфортно Может быть как многим детям Я себя чувствовал Не было друзей Друзья были Нет-нет были Не очень нравилось учиться Процесс учебы не нравился Да, не нравился И учителя прекрасные были Я помню Но вот Ну я достаточно плохо учился Если честно Хотя бывали какие-то Прозрения в школе Вдруг Если меня какой-то предмет Заинтересовал Я вдруг в течение полугода Мог лучше всех В классе учиться Но в целом Мне просто было неинтересно Учиться Я это могу констатировать Не знаю почему так Может быть Это компенсировалось тем Что потом внезапно Что-то взорвалось И я Как ни странно Это довольно смешно звучит Для 14-летнего человека Но я в 14 лет понял Что я больше так не могу жить Вот И что-то надо менять В своей жизни Обычно, наверное, люди Это после 20-ти Или после 30-ти Такие мысли приходят Вот ко мне в 14 лет Пришла эта мысль И мне друг Который был очень Ну и является Александр Тарутин Скрипач Он в Москве сейчас работает В одном из самых Престижных оркестров Он предложил мне Ну мы общались Дружили постоянно Давай поехали в Москву Ну для меня Эта идея была Совершенно Ну невероятная Как я могу На какое вообще отделение Поступать Кем По фортепиано По скрипке По вокалу У меня же недалеко Не московский уровень Но меня как-то это захватило А почему бы вот и нет А представь Если я уеду в Москву Буду самостоятельным Мне захотелось Поступать в Москву Мы поняли Что на скрипку На фортепиано Я не поступлю На вокал Очень рано 14 лет На дирижерское хоровое отделение Я решил поступать Это такое универсальное отделение В нем есть и плюс И минус Плюс в том Что ты одновременно И играешь И поешь И дирижируешь А минус в том Что ты это все делаешь Понемногу Не так как специалист Допустим пианист Он становится профессионалом Пианистом Он много этому времени уделяет Там певец поет А на дирижерском хоровом отделении Все понемногу Потом я еще и на фортепианом Конечно учился Но тем не менее Вот совершенно случайно Я стал в течение Вот 7 месяцев готовиться Буквально с утра до вечера То есть вот Я за 7 месяцев Можно сказать Несколько лет музыкальной школы Компенсировал Так что я Ну Встал на уровень Отличника Музыкальной школы Такого передового Студента Школы Ученика музыкальной И поехал в Москву Поступать И на дирижерское хоровое отделение В училище При консерватории Меня приняли Во многом Конечно Потому что Всегда мальчики Особенно если поющие Если голос есть Более или менее На дирижерском хоровом отделении Это очень приветствуется Потому что парень Это всегда здорово Ну именно для хора Потому что всегда У девочек Гигантский конкурс Огромный Грубо говоря Девочек Поступает человек 40 А берут 10 Например А мальчиков Иногда поступает Всего 10 Вот Поэтому Во многом Поэтому меня взяли Выбирать неиск Выбирать неиск Даже в Москве Такое бывает Да Я это говорю Не то что прибедняясь Просто очень честно говорю Я честно готовился Я по всем предметам Был более или менее готов Но вот таким образом Меня взяли Мне было 14-15 лет Вот исполнялось И я начал учиться Совершенно случайно Ничего не предвещало Вдруг что-то в голове повернулось Скорее Это даже было Просто желание Вот как я говорю вам Про театр Нравилось быть на виду Ребенку В музыкальной школе Как-то Чтобы быть на виду Как скрипач Как пианист Нужно быть таким виртуозом Да А тут ты в театре Там в мемансе где-то Или поешь Ты и так на виду Особенно ничего не надо делать И мне вот понравилась Эта идея Что-то вот Что я что-то особенное Смогу сделать Вдруг я включился Совершенно невероятно И причем Это довольно искренне было Меня вдруг музыка Стала действительно интересовать Я в это вложился Включился полностью Конечно В этот момент Безусловно проявилось Вероятно Все то Что в меня мама закладывала Конечно же У меня и по маминой линии Еще и Очень такое серьезное отношение К культуре Имеет бабушка Ну они не такие Профессиональные музыканты Но вот у меня например Бабушкин брат был Директором дома культуры Бабушка сама Дирижером хора любительского Тоже работала То есть профессионалов не было Но вот какие-то Вот эти тенденции Очевидно вдруг во мне взорвались И вот там я как раз На дирижерском хоровом отделении Понял сразу почему-то Что мне очень привлекает Вот этот момент дирижирования Вести за собой людей И я сразу практически С первых месяцев Стал стремиться С хорового дирижирования Уйти конечно дальше На дирижирование Оркестром Оперой и так далее То есть Расширить этот весь Для многих людей Ну по себе могу сказать До какого-то возраста Пока я просто не взял Энциклопедическую справку В чем заключается Работа дирижера В оркестре Ну понятно Человек скажет Я же не дурак Я знаю что это Не просто так Человек водит смычком Что он руководит оркестром И он во многом Отвечает за звучание Но не все до конца понимают Все таки Как это и что это Вот знаете В опале береза стояла Просто Вот если мы с вами Попробуем спеть вместе Вот давайте попробуем спеть В опале береза стояла В опале береза Вот у нас не получается Сразу вместе спеть Да Вот чтобы у нас получилось Вместе спеть А если это будет Три или четыре человека Стоять Это будет очень наглядно Каждый будет То во что гораст По крайней мере Кто-то из нас Должен вздохнуть Ну например Вот давайте сейчас попробуем В опале береза стояла Вот А если видите Как хорошо получается А если еще кто-то будет кивать То вообще будет идеально То есть даже Ну да Ритм появится Да Ритм появится А вот если Вот так вот Всех людей поставим И я буду просто Ну давайте Начинаем Непонятно Кто Когда Где То есть Первый Самый Первый Такой этап Примитивный Этапов Очень много Их можно как угодно Классифицировать Здесь нету Учебника Поэтому Первый Такой Примитивный Этап Просто Когда начинать Ну В каком темпе Это должно идти Кто-то будет петь Например В опале В опале Береза стояла Когда начинать В каком темпе Петь И когда заканчивать Вот мы Люли-люли Стояла Ла И вот когда Закончить Ла Кто должен сказать Закрыть рот Грубо говоря Да Вот Эти все функции Выполняются руками Просто Вот я могу В принципе Во это называется Ауфтакт То есть Ауфтакт Когда вступить И Раз Вот Это все делается руками Это примитивная функция без которой, тем не менее, даже элементарную песню, какой-нибудь гимн России или Башкирии, или любую абсолютно песню вместе, несколько человек практически не смогут спеть. Даже если это профессионалы топ-класса, которым не всегда нужен дирижер, все равно кто-то должен будет показывать. Ну вот вы понимаете, о чем я говорю, это довольно понятная вещь. Вот это примитивная такая вещь, а теперь если учесть, что в «Ополе березы» стояла эта песня, которая идет две минуты и которая идет в одном темпе, а существует романтическая, это даже классика романтического периода или 20 века музыка, часовые или двухчасовые симфонии или оперы, где десятки тысяч смен темпов за произведение. Конечно, если нет человека, который элементарно, я могу это на хлопках, элементарно не будет выполнять функцию 3-4 и стучать, в каком темпе играть, это просто технически будет невозможно воплотить. Тем не менее, допустим, раньше функцию дирижера, особенно в классический период, когда такого понимания дирижера, как сейчас не было, выполнял как раз первый скрипач, концертмейстер оркестра. Или кто-то, вот там бурмажор был палкой, вот так вот, раз, вот это вот было раз. Какой-то человек, который показывает, в каком темпе, как и когда это делать. Потому что музыка была не такая трудная с точки зрения ритма, с точки зрения смен темпа. Это, в принципе, можно было без дирижера играть. Но когда мы двигаемся в романтические репертуары, музыку 20 века, сложные полотна, без дирижера, конечно, это тоже возможно сыграть. Но это нужны будут сотни репетиций, чтобы настолько вот наизусть все знали абсолютно, как, что, где идет, и то вероятность просто разойтись, то есть сорвать концерт, когда оркестр остановится, она, ну, 50% все время. Поэтому дирижер – это человек, в первую очередь, который держит в руках, когда вступать, в каком темпе музыка идет. Я сейчас не говорю про какие-то другие вещи. И когда заканчивать, вот. Это базовая функция, с которой все, собственно говоря, начинается. Ну, а дальше, конечно, масса других вещей. Их можно тоже по-разному классифицировать. Если не говорить о психологии какой-то, дирижер должен в первую очередь, в принципе, энергетику, наполнение музыки давать. Ведь можно тоже по-разному спеть. Ту же песню в опале «Береза» стояла, как говорится, с пылом, с жаром. Можно тихо спеть, можно громко. Вот это дирижер должен, ну, объяснять просто как педагог. Желательно это отражать в своем облике, своими руками, но можно это и словами, в принципе, иногда объяснить. А лучше все вместе, когда идет, и люди понимают. Второй момент, конечно, и главный, это образная, смысловая составляющая. Вот учат нас всех, как в жесте отразить характер музыки. Это может быть мягкий характер, может быть жесткий характер, может быть что-то очень нежное, может быть что-то жесткое. Это все зависит от того, о чем произведение с нами говорит. Ну, это вот таких два условных плана. Первый — примитивно-ритмический. Второй — образно-содержательный. А третий элемент, когда человек работает как руководитель коллектива какого-то. Если почитать высказывания многих великих дирижеров, подавляющее большинство говорило о том, что плохо быть главным дирижером в оркестре. Когда ты приглашенный дирижер в какой-то коллектив, ты работаешь с оркестром на том уровне, на котором он находится. Ты не копаешься, не пытаешься улучшить как-то кардинально качество игры, допустим, приезжая в провинциальный оркестр. Но вот оркестр находится на таком уровне. Ты пытаешься создать атмосферу. Я, допустим, этим очень хорошо владею, потому что я много гастролировал. Сделать так, чтобы поверили люди в тебя, в музыку, чтобы всем было комфортно, удобно играть, музыцировать. Это приглашенный дирижер. Проходит концерт, все в порядке. А вот когда человек работает как главный дирижер, это подразумевает, как тренер футбольной команды, что ты ведешь непосредственно к победе в Лиге Чемпионов команду. Для этого необходимо, чтобы люди делали что-то большее, нежели они умеют. Я думаю, это очевидная вещь по спорту. Чтобы они выкладывались больше, чтобы более затратно это было, в конце концов, если про спорт говорить, как это делается, что. То есть они постоянно от тренера вынуждены выслушивать, что они делают не так и как нужно. И как расти. И как расти, да. Которые в том числе отвечают за рост, а не только за исполнение на хорошем уровне, который есть сейчас. Безусловно, да. Вот главный дирижер – это проблема. Тем более, когда есть такая задача, допустим, в данном случае от Республики, от нашей, или вот пример в Казани, ГСОРТ, когда нужно, ну все хотят, чтобы оркестр действительно вышел на столичный уровень, например. Но это во всех, даже в топ-американских европейских оркестрах Леонард Бернстайн, он ушел с поста Нью-Йоркского оркестра, который является блестящим оркестром. Что уж там, куда расти, непонятно. И то он это понимал, что он как главный дирижер, даже в таком топовом коллективе, должен еще лучшее что-то делать. И это подразумевает неизбежные конфликты какие-то с музыкантами. Это неизбежная вещь. То есть ты в любом случае должен кому-то говорить о том, что человек что-то делает недостаточно хорошо. И вот это вот уже такой третий этап, он скорее педагогико-психологический больше. Вот именно важно, как простроить эти отношения. Иногда приходится довольно резко что-то делать, какие-то замечания, разговаривать с людьми. Вот это сложный момент. Когда вас увлекло дирижирование, вдохновило, соответственно, вы решили сконцентрироваться на этом и не думать уже про инструменты и еще про что-то. То есть вы выбрали для себя направление музыкальное. Да, не совсем в такой форме. Дело в том, что дирижирование, вообще изначально дирижер подразумевается, что вот если в таком патриархальном понимании, как вот говорили многие знаменитые музыканты, дирижер это тот человек, который один, вот Акстерн знаменитый скрипач говорил, все должны понимать, что он один более образован, чем сто человек вместе взятых, сидящих в оркестре. То есть все должны понимать, что это что-то очень особенное, что это человек, который может сыграть эти партитуры, которые он дирижирует на рояле, что само по себе, допустим, для среднестатистического, даже пианиста очень трудно. Это подразумевает, конечно, владение инструментом на определенном уровне. Вот у меня сейчас, например, мне некогда заниматься особенно, к сожалению, но все равно партитуры я постоянно играю. То есть все, что я дирижирую, так или иначе, я могу сесть сыграть на рояле. Это, к сожалению, уходит, и это не все могут сделать. Но я к чему говорю? К тому, что я сконцентрировался на дирижировании, да, но я с 18 лет стал работать ассистентом Валерия Полянского, главного дирижера в Госкапелле России, ассистентом в оркестре и пианистом. И я с ним, то есть вот как концертмейстер-аккомпаниатор, например, когда оперу разучивают в театре, ее же не сразу с оркестра мучат. Сначала певцы работают с дирижером и с инструментом под рояля. Вот я около 60 опер проассистировал только вот так вот на инструменте и массу контактно-артериальной музыки. Ну, то есть где-то, может быть, 250-300 таких больших произведений я за 10 лет работы только в Госкапелле проассистировал, продирижировал. И, конечно, поэтому с инструментом это идет в ногу. Я не играю на инструменте как пианист, у меня нет времени на это и не было такой задачи, но с инструментом, конечно, я постоянно нахожусь вместе, играю, смотрю. И для меня это очень важно, уметь отразить на рояле то, что свои мысли. Иногда даже есть такие, это не байки, собственно, это реальные случаи каких-нибудь патриархальных, таких знаменитых дирижеров, идет генеральная репетиция, начинается, дирижер выходит. Вместо того, чтобы репетировать с оркестром, он играет от начала до конца симфонию на рояле и говорит, господа, вечером должно быть вот так, спасибо, до вечера. Это такое действительно было. Это можно делать, безусловно, только с оркестром самого высокого класса, которому фактически не нужна техническая сторона, чем, например, мы здесь занимаемся 95% в нашем оркестре. Но, тем не менее, вот такие легенды существуют. Сколько вам было лет и что вообще это было за выступление, когда вы уже самостоятельно вышли выступать с коллективом как дирижер? Самостоятельно мой первый именно большой дебют с оркестром мне был 21 год. До этого я дирижировал камерными оркестрами, конечно, я дирижировал очень много хорами. Я с 16 лет работал в лингвистическом университете хормейстером, то есть я постоянно любительским хором дирижировал. Мне наш руководитель хора училища, где я учился, доверял постоянно мероприятия, такие как, например, День Победы, дирижировать сводными любительскими хорами, когда 400-500 человек стоят и исполняются знаменитые военные песни, «Эх, дороги», например, да, какие-то священные войны. Ну вот весь вот этот пласт военной музыки, он во мне очень глубоко в меня зашел. Поэтому я с 16 лет имею опыт общения с большими массами людей, естественно. С оркестром я начал работать с 18 лет и дирижировать какие-то небольшие программы камерным оркестром. Камерным — это значит просто несколько музыкантов, допустим, 15-20 музыкантов, какую-то простую такую классическую музыку периода, классического конца 18-го, начала 19-го веков. Но, в принципе, можно сказать, что именно дебют, вот когда я стал уже по полной программе дирижировать, в 21 год мне был. Состоялся в Российском молодежном театре, он находится прямо около Большого театра. И я там такую большую новогоднюю программу дирижировал, большой концерт в двух отделениях. После этого мне довольно часто стали доверять концерты, я много работал ассистентом. Потом в 23 года в Большом театре я стал работать, в 23 года у меня дебют в Большом состоялся. Это все еще очень юный возраст, и 16, и 18, и 21, ну просто большинство людей в любой профессии могут сказать, что да, я, возможно, что-то и делал бы толковое в 18 лет, но у меня как будто бы были другие интересы, и соблазны, и все остальное. Насколько вас сильно поглотила музыка? Это была просто концентрация на профессии, или вы действительно занимались только музыкой все это время? Я действительно только музыкой с 14-15 лет, действительно только, вот без преувеличения. Я люблю читать, я не так много это делал, последние, скажем, наверное, 10 лет, к сожалению, я больше читаю профессиональной литературы, ну либо какие-то статьи, там что-то еще, чем художественные, к сожалению, нет на это время. Но, конечно, я все время этим занимался, безусловно. Да, действительно, юный возраст, и поначалу дирижерам очень тяжело начинать. Про 18 вообще не говорю, скажем так, 20, 21, 22. Все равно музыкантам, если уж честно говорить, неприятно. Они все взрослые, закончившие консерваторию, все говорят, дирижеры, знаменитые, что в дирижировании профессия второй половины жизни. Это действительно так, но об этом все люди, кто эту фразу произносит, все начинали дирижировать лет в 15, 16, 17. Дело в том, что кажется действительно, что руками, ну это так и есть, руками махать, это не играть, это я сам первый об этом говорю, что, как, знаете, знаменитая фраза, палочка не киксует, кикс это значит срыв ноты или ошибка у духовых, то есть они могут играть, и у них случайно не берется нота, и это все слышат, и публика, и оркестр. А дирижер, чтобы он не дирижировал, ну звук же не издает, грубо говоря, ты не можешь ошибиться, да? Но по факту, чтобы более или менее какого-то адекватного уровня дирижирования, общения, интерпретации достичь, ты должен в дирижировании столько же времени потратить, сколько, собственно, скрипач с ноля, вот представьте, скрипач берет в 7 лет скрипку, в 6, в 5, кто в 8, я не знаю, прежде чем он сможет играть какой-нибудь концерт для скрипки Чайковского, ну это даже у самого гениального вундеркинда пройдет 10 лет занятий, понимаете? 10 лет занятий, представим, что по 5 часов в день, ну даже по 3, по 4, по 5 часов, кто сколько, то есть это тысячи часов, и вот в дирижировании, чтобы ты более или менее уже полноценно, адекватно и профессионально мог работать, а это очень тонкая грань, что это значит? Ну очень точно знать, что нужно, точно говорить, что нужно, в конкретной ситуации с конкретным оркестром знать, как грамотно потратить время, вот прежде чем ты такого уровня достигнешь, тоже тысячи часов нужно наработать, поэтому, это я к чему говорю, что да, это более взрослая профессия, и сейчас у меня уже ни с какими оркестрами конфликтов не возникает, все меня воспринимают уже достаточно давно, как, так сказать, профессионального человека, но вот этот период тысячи часов, он необходим каждому, поэтому, конечно, если ты в 18 лет начинаешь работать с оркестром, то по сути дела, даже если ты это делаешь каждый день, только к 26-7, ну то есть лет 7-8-10 пройдет, прежде чем вот я так считаю в 18, вот я 28 считаю лет, когда я действительно начал какие-то осознанные интерпретации преподносить, даже да, я в 23 года дирижировал в Большом театре, успешно мне и гастроли давали, я в Гонконге дирижировал даже, все это было успешно, все это было нормально, но, конечно, это для самого себя, я понимаю, не тот немножко уровень, я еще тогда находился в процессе становления, процесс становления бесконечный, но здесь я говорю именно о том, что все-таки еще зеленый, молодой, слишком не очень опытный, ты еще очень много лишнего волнения там, где его не должно быть, поэтому действительно профессия второй половины жизни, только сейчас я продолжаю, естественно, учиться уже более глубоко, я понимаю, что вот только-только вот начиная от периода работы здесь, в Уфе, я представляю более или менее такие настоящие осознанные интерпретации сочинения, это вообще отдельная тема интерпретации, но, в принципе, это самое главное, как пианист интерпретирует, то есть можно просто сыграть произведение, как получается, и это, в принципе, тоже хорошо, а можно создавать что-то такое глубокое и настоящее, вот это то, к чему я только-только начинаю подходить, поэтому вот мне сейчас 31 год, и, конечно, нужно было начать работать с оркестром ежедневно с 18 лет, чтобы к этому возрасту, 26-27, то, как правило, ну, все равно очень отличаются дирижеры, которые поздно начали, или дирижеры-инструменталисты, хотя есть исключения феноменальные, очень отличаются от тех, кто начал этой профессией рано заниматься, здесь очень масса факторов вот таких. Когда вы впервые побывали в Уфе? В Уфе я впервые побывал в конце 2018 года, вот Артур Назиулин меня пригласил. Ну, то есть это уже сразу было приглашение на работу? Приглашение на концерт, как во все другие города. А познакомиться с оркестром? Да, да, да. То есть даже не то, что познакомиться, а просто вот приглашение на концерт. Мы все ездим по России, по крайней мере, и по Европе до периода пандемии, ну, и до нынешних событий. Просто как приглашенный дирижер я приезжаю естественным образом, да, причем я надолго приехал, на неделю прямо поработать с оркестром, посмотреть. Очень успешно прошел концерт, хотя я понимал, конечно, что если... Все равно ты, когда приезжаешь куда-то в любой город, потенциально сразу оцениваешь, вот что будет, если ты здесь будешь главным работать. Это неизбежно, у меня так со всеми оркестрами. Ну, и я понимал, что, да, оркестр, конечно, потенциал большой, но если по-серьезному браться за него, то это такая работа огромная. Вот я побывал в конце 2018 года, и потом несколько раз я еще, я в январе приезжал, в марте вот 600 детей концерт дирижировал, не работая здесь официально. В золотое время, как приглашенный дирижер, приезжаешь, тебе такие восторженные отзывы, смс-ки там, знаете, как хорошо, не уезжайте отсюда, мы так, с вами так приятно. А потом ты, я когда это читаю, все, я понимаю, а вдруг главным будешь работать? И начнется обратное, людям вынуждено придется мучить людей, потому что, так скажем, для половины оркестра работать больше, то есть заниматься больше, стремиться к чему-то лучшему, грубо говоря, за ту же зарплату, да, это, конечно, трагедия, вот. Поэтому вот ваш вопрос, когда я впервые побывал в конце 2018 года, и самые лучшие воспоминания. Но вы при этом допускали то, что, возможно, вам предложат работу главного дирижера. Сначала нет, я стал это допускать, когда уже третий раз пригласили подряд, вот. Вы знаете, это сложный такой момент, допускаешь везде. Вот я недавно был в Саратове опять, в котором я часто очень дирижирую, там министр культуры приезжал с таким восторгом, все, говорит, давайте вот к нам тоже приходите главным дирижером, ну, я так ничего не ответил. Вы знаете, это предлагают довольно часто, а потом надо смотреть. Иногда руководители хотят чего-то, а ресурсов в самом оркестре, не финансовых, я не говорю про себя, просто финансовых для того, чтобы что-то поднимать. Вот, например, для меня, если я прихожу к главным дирижером куда-то, соответственно, мне неинтересно работать на низком уровне, интересно работать так, чтобы какое-то, ну, так громкое слово, скажем, наследие оставлять. Не свое личное, а наследие этого коллектива. Вот сейчас мы только-только в этом году начали делать такие вот даже видеозаписи, представлять программы, концертов, которые можно назвать наследием настоящим, то есть это действительно на высоком уровне. К примеру, вот мы позавчера играли в Большом зале консерватории, Пятую симфонию Прокофьева. Действительно, это было очень высококлассно, и это действительно войдет в историю. Но я таких вот могу с этим коллективом 3-4 концерта перечислить, которые пока... И один из них был отнанят. Вот позавчера, да. Которые можно сказать, да, вот это можно, как говорится, потомкам оставить и дать студентам послушать. Ребята, вот посмотрите, как надо, и учитесь. Вот 3-4 концерта можно показать. Вы упомянули, что предлагают часто, а вообще возможно быть главным дирижером не в одном оркестре? Конечно, это нормальная практика. Дело в том, что у нас здесь пока не выстроена система так, как нужно. В принципе, в Европе главный дирижер оркестра, если оркестр, скажем, играет в год 100 концертов, то главный дирижер, может быть, всего 10-15 дирижирует. Самые значимые программы, например. Ну вот что-то такое, что на запись идет. Цикл, например, симфонии Бетховена, что-то такое. Вот оркестр первый раз в жизни за свою историю записывает. Это делает главный дирижер. Все остальное делают приглашенные. К этой системе и надо стремиться, потому что это интереснее всем. И оркестру, и публике. Всегда оркестр устает с одним и тем же человеком работать. Но это возможно только если это высококлассный оркестр, который может с одной-двух репетиций играть на топ-уровне программы. Тогда, конечно, каждую неделю разные дирижеры. Интересная жизнь, интересные гастроли. Мы пока находимся на таком уровне, когда мы вот именно пытаемся стать только пока еще хорошим оркестром. И на этом уровне даже, можно сказать, приглашенные дирижеры часто, они не то, что даже не нужны, они даже мешают. Потому что оркестр расслабляется слишком сильно. Но все равно это нужно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в основном практика такая. Большие дирижеры, крупные сегодняшнего дня, Валерий Гергиев, Владимир Юровский, русских назову, например, Василий Петренко, они главные дирижеры как минимум в двух или в трех коллективах. Потому что в нашем понимании, пока вот на том уровне, на котором наш оркестр, например, находится, главный дирижер — это реально каждодневная работа, причем чуть ли не индивидуальная. Хотя до пандемии я в среднем летал 15 раз в месяц в Москву или еще куда-то. Бывало так, что утром здесь репетиции, вечером там, потом обратно. У нас вообще нет такого понятия, в таком широком смысле, как дом. Потому что ты везде как бы дома находишься, везде, где ты гастролируешь. То есть ты в этом живешь, в этом находишься. Вот я приведу пример. Я надеюсь, что у меня и дальше карьера начнет складываться сейчас, как вы понимаете, в связи с пандемией и политическими событиями. Особенно такие люди, как я, кто был в начале карьеры своей, вообще мы в ступоре все. Потому что знаменитых людей так и так куда-то приглашают. А вот тех, кого надо было раскручивать, вот у меня, например, агентство, я в Европе состоял в агентстве, да, только-только взялись, только я поехал, там у меня за два месяца были на трех континентах, там шесть концертов. И только-только, и вот раз пандемия. Главный дирижер, он не должен работать как ассистент, он должен к готовому оркестру, когда все выучено, приходить и заниматься вот тем самым вторым уровнем, о чем я вам говорил. Не примитивной ритмической составляющей, что, когда, где выстраивать, а именно давать образ, давать посыл, давать харизму, давать какое-то глубокое музыкальное содержание. Но в нашем случае, например, пока не выполнен первый этап технический, это просто невозможно. Но вот мне очень приятно, что, еще раз скажу, это в полной мере получилось позавчера на концерте в Москве. Мы все вместе так подготовили эту программу с ребятами, что они действительно себя чувствовали свободно, и можно было музицировать так, как будто это действительно сильный столичный оркестр. Это очень приятно, что до такого уровня удалось дотянуться. Поэтому, да, если я сочту возможным еще где-то работать параллельно, если это какое-то хорошее место, конечно, я буду параллельно работать. А в этом коллективе можно хоть всю жизнь оставаться. Вот сейчас взять Казань, Александр Сладковский, который тоже первые пять лет работы безвылазно вообще сидел там, боялся на день оставить. Сейчас в Казани оркестр европейского уровня, там в месяц 10 концертов, 10 разных дирижеров. И для этого и финансирование есть, и республики интересны, и меломанам интересны, разные лица, разные интерпретации, все блестящие музыканты там. То есть, ну, вот я надеюсь, что удастся здесь выстроить. Это такой момент очень интересный. Эта отрасль не может не существовать. Понимаете, вот есть отрасль спортивная, есть хоккейный клуб, есть футбольный клуб. Конечно, симфонический оркестр должен тоже находиться на высоком классе, потому что все равно, скажем так, процентов 10 населения потенциально действительно глубоко интересуется искусством. А когда искусство представлено на низком уровне, вы можете представить это как человек, глубоко разбирающийся в кинематографе, может быть, какая-то параллель. Если плохой фильм, ведь такое тоже бывает понятие, например, плохой. И, грубо говоря, когда оркестр играет на плохом уровне постоянно, это, в принципе, можно смотреть, вот реально плохой фильм. Иногда я помню какие-то, еще не буду называть, я точно не скажу, когда русские кинематографы снимают под Голливуд что-то. Вот есть такое? Конечно, есть. Ну, про это еще есть поговорка, что это ответ Голливуду, который не задавал вопросов в сторону российского коммерческого кинематографа. И бывает такое, я сам по себе помню, что действительно невозможно смотреть даже. Вот бывает такое. И вот здесь маленькая параллель существует. Ну, вы абсолютно правы, да. Есть точно так же, как и в любом искусстве, там, фестивальное хорошее российское кино и очень мало нестыдного коммерческого, совсем чуть-чуть неплохих каких-то комедий или других жанровых вещей. Все остальные, они либо под Голливуд, либо они сделаны на каком-то намеренно низком уровне, типа «Бесконечная бабушка легкого поведения» с Александром Ревой. Или вот сейчас за неимением голливудских премьер какие-то деньги, пускай и небольшие, зарабатывает какая-то комедия про Артек с Голустяном. Я этого не знаю. Я это знаю по картинке, потому что я это смотреть не буду. Мне это не нужно для обзора новинок в том количестве, в котором они есть сейчас. Мне это как бы неинтересно. Но это есть. Есть. Ну вот я говорю о том, что это такая параллель очень сложная, ее надо углублять, но я немножко... Тут именно параллель в впечатлении. Порох вхождения в кино просто ниже гораздо, чем в классическую музыку. Ну да, может быть, да. То есть даже классическая музыка на плохом уровне, как вы говорите, типа как плохое кино, она уже более искушенного человека приведет в качестве аудитории, чем в пустите для кинотеатра. Ну то есть я к тому, что, понимаете, если играть плохо, одним словом сказать, тем более если в зале акустика плохая, как здесь, вот мы сейчас пытаемся ее как-то искусственно делать, к сожалению, это крайне негативное впечатление производит. И никогда и не будут люди стремиться в концертный зал, потому что непонятно, зачем ты туда идешь. Ведь в реальности что такое посещение концерта? Ты попадаешь, благодаря высококлассной игре оркестра, акустике, в абсолютно другой мир. Это действует на эмоции, может быть, самым сильным образом из всех искусств. Это можно, так сказать, подискутировать, но потому что воздействие музыки абсолютно мгновенно. Она может так пробрать, что ты действительно сидишь в оцепенении, ты можешь мгновенно заплакать. Прямое вот такое воздействие в хорошем зале, это необходимо, что именно эффект абсолютного погружения должен быть. Но для этого должна быть акустика и хорошая игра. Когда этого нет, конечно, популярность этого искусства, соответственно, воспитание все-таки в классической культуре, большая роль ее, именно воспитательная, как-то стремиться к чему-то, как в классической литературе, например, к какой-то нравственности, к чему-то высокому. Есть очень высокая роль в этом, воспитательная именно ее. И поэтому, если плохо что-то играет, если уровень низкий, то это только отталкивает. Я сам это много раз констатировал. А какой вы путь прошли за это время? Потому что вы так, ну, не сурово, но достаточно приземленно говорите о том, что нужно достигнуть определенного уровня, здесь еще не пройден до конца уровень технический. То есть вообще, когда вы начинали работать, то есть насколько серьезно вы раздумывали, стоит ли за этот коллектив браться? И вот какой вы прошли путь за это время? Ну да, если честно сказать, то все-таки я вот еще довольно молодой для главного дирижера человек. Когда мне в 28 лет предложили вот этот пост, он как главного дирижера фактически в оркестре первый был пост. Я отказался от двух колоссальных работ, которые мне больше денег приносили даже в Москве. Потому что интересно именно что-то вот создать серьезное, вложиться в это полностью. Путь какой прошли? Я попытаюсь как бы никого не обижая сказать. Ну как есть. Очень как есть, да. Вы знаете, масса проблем была в оркестре. Просто как многие провинциальные оркестры, низкий класс игры, отношение такое, что ну вот у нас есть 3-4 часа рабочий день, скажите спасибо, что мы вообще пришли. Не надо нам делать никаких замечаний. И все. Это часто бывает. Хотя здесь достаточно высокие зарплаты для региона. Вообще в области культуры в этом оркестре самые высокие зарплаты. Конечно, они должны быть выше. Это понятно. Но было такое отношение. В основном это очень читается. Вот скажите спасибо, что мы пришли и не трогайте нас. И конечно, какую бы ты программу ни взял, я же слышу, у меня колоссальный опыт работы с оркестрами. Просто вот эти тысячи часов я наработал, как говорится, причем с лучшими оркестрами московскими и мировыми, даже некоторыми. И конечно, я слышу, что это совсем не тот уровень. А чтобы был уровень, ну для начала отношение какое-то нужно. Там вот я всегда параллель со спортом привожу. Для начала просто на тренировки приходить нужно начать. Там здесь то же самое. Ну ты как бы должен готовиться элементарно. Просто базовое действительно отношение. И это до сих пор еще не до конца изжито. То есть чтобы люди к первой репетиции понимали, что они приходят серьезным искусством заниматься. Вот это мы здорово поправили. Все понимают, что мы уже работаем. Я и директор Ратур Назюлин. Мы довольно четкую в этом смысле системную политику ведем. Тем не менее, конечно, до сих пор меня часто не устраивает степень подготовки. Да, более или менее относится хорошо. Но я приведу пример. Вот я не являюсь профессиональным пианистом. Но тем не менее, я могу тоже сыграть второй концерт Рахманинова. И очень хорошо. Просто если, например, профессиональному пианисту, чтобы с ноля выучить этот концерт, ну скажем, потребуется неделя, то мне потребуется месяц, например. Мне нужно больше времени. И вот ребятам нашим, для того, чтобы играть на московском уровне, они это могут делать. Но многим из них, половине, нужно намного больше времени тратить. По-разному стимулировать. Да, деньгами, конечно, нужно стимулировать. Но то есть все равно мне приходится требовать, чтобы они тратили на это больше времени. И вот этот момент в Казани его очень жестко и здорово поставили. И им вовремя дали грант. Когда все, ребят, значит, с сегодняшнего дня вы получаете в два раза больше. Но если кто-то приходит и не в совершенстве готов, извините, это замечание. На следующий день вы здесь уже не работаете. Если еще раз это повторится. И в принципе, если говорить о том, чтобы оркестр дотянуть до высокого уровня, ну, по факту это единственный способ. Либо тогда ограничиться на том уровне, на каком есть. Понятно тоже, ограниченные возможности во многом. Не у всех школа такая блестящая. Нужно, мы пытаемся сделать так, чтобы разгрузить немножко оркестр, чтобы у них было больше времени на выучивание. Но и еще такой фактор. Конечно, нужно приглашать в оркестр человек 10 топ-музыкантов. Вот как в Салават Юлаев приглашали топ-игроков. Да, для того, чтобы они сами по себе, они высококлассные. Это один момент. Но чтобы они тянулись за собой, чтобы они занимались, помогали. А вообще есть проблема текучки музыкантов? Нет. Или преимущественно это те, кто совершенствуется. И этот путь с вами проходит. Есть проблема, наоборот, не текучки музыкантов, когда хотелось бы, чтобы были другие музыканты. Но работаете с теми, кто есть. Но работаете с теми людьми. И причем я именно должен оговорить, что я имею в виду, чтобы не подумали, что я какой-то деспот, изверг. Есть ряд людей, которые действительно не тянут играть. И причем это же нормальная практика. Ведь никто же не будет сомневаться, что вот сейчас... Я всегда со спортом провожу эту парадель, потому что она прямая. Вот сейчас Салават Юлаев, я читаю, не продлили контракт с несколькими игроками. Это же вполне нормальная практика в любом клубе. Эти игроки, руководство, допустим, по тем или иным причинам не устраивают. Причем это может быть не на 100% профессиональная какая-то причина. Разные причины. И это вполне естественная вещь. Если ты тренер, ты подбираешь себе тех, кого нужно играть. И в принципе так и происходит в топовых коллективах. Из положительных вещей есть то, что мы взяли все-таки костяк хороших музыкантов, крепких, молодых, которые сейчас растут. И у них большая перспектива в будущем. Все-таки позитивных вещей больше. И потом мы сейчас говорим о кухне, о нашей. А я всегда музыкантам особенно говорю, не забывайте, что мы для людей работаем. И когда от людей много позитивных отзывов, когда мы в Кшишто входим, даже мини-фан-клуб у нас есть, скажем так. Достаточно много людей и мне пишут, и из музыкальных школ. И они видят, что уровень оркестра повысится, что приятно ходить на концерты, слушать что-то. Вот я рассказываю, как вы о кинематографе, я о произведениях рассказываю. То есть такая просветительская деятельность идет. Я никогда не говорю, что она является важнейшей. Что если сейчас это убрать, все погибнут и все. И ничего не будет, цивилизации не будет. Но этот рынок должен быть хоть как-то представлен. Рынок классической культуры. Потому что все равно она является таким основополагающим элементом, я повторюсь, для воспитания. И он должен быть представлен на высоком уровне. Если он на низком уровне, то это людей в массе только отталкивает. Да, некоторые вот такие фанаты-любители будут ходить и даже хвалить. Но по большому счету это невозможно. И кроме того, если не говорить про работу для людей, такой коллектив, как симфонический оркестр, в любом регионе, он является визитной карточкой самого региона, вне региона, за его пределами. Потому что это самый мобильный коллектив. Скажем, для примера, Татарстан во всем мире сейчас известен. Ну просто название даже региона, благодаря их топовому оркестру. У них на Sony Classic, на фирме одной из самых известных, выходят диски. Это весь мир видит. Это видят там, видят платформы все. Ну то есть потом они ездят выступать на высоком уровне. То есть все понимают, ничего себе в Татарстане такого уровня. У них абонемент Московской филармонии, два своих личных абонемента. Регион это прославляет. И, конечно, хотелось бы сделать так, со мной это будет, без меня. Чтобы вот здесь тоже был такой коллектив, который будет прославлять эту республику. Работать на высоком уровне для тех, кто здесь есть. Ездить по региону спокойно. То есть вот эта вся деятельность. Мы к этому стремимся. Кстати, по Башкирии с приходом Артура Назиулина и моим оркестер беспрецедентную деятельность развернул. Сейчас вот апрель-май чуть меньше было. Но в целом мы ездим пять раз в месяц куда-нибудь по республике. Причем в некоторых городах там по 10 лет оркестра не было. Как вообще люди становятся музыкантами, еще кем-то. Очень часто это вот такая воля случая или воля судьбы. Ты попал на какое-то выступление, услышал, и на тебя это стало отпечатком на всю жизнь. Да, да. Как говорится, высших сил. Да, это очень часто бывает, что в тебе это посадило росток, корни. Это невозможно отрицать совершенно. Потом может быть масса других событий. Но я вот эти концерты, даже уже увлекаясь музыкой сильно в 14-15 лет, я до сих пор помню концерты Валерия Гергиева, например, или Валерия Полянского, моего педагога, от которых у меня еще что-то дополнительно взорвалось внутри. Это важнейший. Но это должны быть оркестры и уровень исполнения невероятного совершенно уровня, чтобы это действительно захватило тебя. И, конечно, хороший зал нужен. Вот эта проблема здесь нет, к сожалению, кроме училища искусств, хорошего зала. Я надеюсь, мы здесь, может быть, все-таки добьемся, чтобы Ямаха сделала акустику искусственную, хотя бы в ГКЗ. Это во многих залах делается. Потому что, конечно, мы в Большом зале консерватории играли, позавчера это легендарный зал. Я там сотни раз выступал сам. Ну, конечно, это другое сразу. Это невозможно сравнивать, и ребятам нравится. И для нас, в общем-то. А что вы привнесли в репертуар? Ну, на самом деле, очень много всего я в репертуар привнес. Как ни странно, я сыграл какое-то уже огромное совершенно количество уфимских премьер. Вы знаете, это на самом деле нонсенс, потому что все равно, что... То есть в Уфе никогда не звучали те или иные сочинения. Существуют классические произведения такие, которые жалко, так сказать, не знать. И непонятно, как они вообще могли не звучать никогда. Это произведения самых известных композиторов. Там Вагнера некоторые произведения премьера были. Брамса, Чайковского, Рахманинова. То есть, что никогда вообще в Уфе не звучало. Я уж не говорю о каких-то более... Каких-то менее известных для широкого круга композиторов. Но действительно, у нас каждый месяц, так или иначе, уфимские премьеры. Каждый месяц, без исключения, идут. И, конечно, я привнес еще, например, два месяца назад. Вот есть Загир Исмогилов, здесь патриарх композиторской школы. Я сыграл три мировых премьеры его никогда не исполнять. Представляете, для Башкирии знаковый композитор три мировых премьеры. Вот это такая более... Я не знаю, насколько широкой аудитории интересно про это слушать. Может быть, кому-то интересно. Это вообще отдельная история. Для дирижера, конечно, очень важно новую музыку открывать. И премьеры играть, и современную. Я очень много этим занимаюсь сам. То есть, у нас целый абонемент башкирской музыки. Я это не сразу ввел. Потому что мне было нужно, чтобы для начала оркестр все-таки какой-то планки достиг, которые нам удалось немножко хотя бы достичь сейчас. Чтобы эти сочинения исполнять не так, лишь бы их сыграть. Как будто это не музыка, как будто это невозможно сравнивать с Чайковским. И все. Для меня это важно, чтобы современная музыка максимально подробно изучалась, репетировалась. Чтобы не было такого, как на премьерах выдающихся сочинений. Например, Бетховена часто за симфонии ругали, за его знаменитые. Говорили, что бред глухого, бред сумасшедшего, какафония за эту великую музыку. Поэтому я к современной музыке с особенным трепетом отношусь. Когда мы играли недавно симфонию Азамата Хасаншина, я тут просто чуть не уничтожил этот зал вообще. Просто я рвал и металл, прыгал, кричал, жестикулировал. Просто я пытался заставить, объяснить людям, что это, ребят, ну это ж надо играть. И потом действительно музыка раскрылась. Многие поняли. Мы сыграли там симфонии Брамса, все симфонии Шумана, Рахманинова, Чайковского. В основном я играю такую музыку классика романтического среза. Условно так это называют филармонический репертуар. То, что чаще всего в мире звучит. Но при этом эти произведения здесь не звучали многие. И это для того, чтобы люди, которые практически на любой концерт человек мог прийти, даже не подготовленные, даже в первый раз, чтобы ему было более или менее непонятно. Потому что существует более резкая, более жесткая музыка 20 века или современная, повествующая о каких-то трагических событиях, например. И если человек совсем не подготовлен, если он не знает, о чем это, и человеку, который вообще никогда не слушал академическую музыку, у него может шок быть, он может у виска покрутить. Это что вообще за бред такой? Хотя, на самом деле, часто такая музыка 20 века очень сходна. Собственно, кинокомпозиторы из нее очень много взяли, когда описываются какие-то страшные детали, какой-то ужас. То в любом голливудском фильме даже. Голливудские, да. Много скрипов и такой, да, там, Джон Карпентер, то, что для Хэллоуина писал там. Да, в частности. И вообще в целом... Тревожная музыка на резких звуках каких-то. Это, по-моему, в конце 90-х годов или в начале 2000-х проводился опрос среди кинокомпозиторов самых знаменитых мировых. Что-то 80 или 85% признало, например, огромное влияние Майлера на свою музыку во всех параметрах в том Густав Майлера. То есть отражение, предельный накал страстей, предельное погружение, огромная звучность оркестра, колоссальные какие-то эффекты. Конечно, это все в любом случае, так или иначе, все кинокомпозиторы в какой-то степени из этого всего выросли. Это можно много перечислять того, откуда они выросли. Все там, например, «Звездные войны», если послушать... Джон Уильямс. Да, если послушать Густава Холста, «Марс», первый номер из планет, это практически, можно сказать, что плагиат Джон Уильямс сделал, да? Ну, я так не считаю, мне нравится и то, и то. Вот, и Джон Уильямс, я очень его люблю. Кстати, и киномузыку, и академическая у него музыка есть. Просто вот не кино, а отдельное сочинение, там концерт для скрипки. Вот, великий человек. Ему, кстати, недавно 90 лет, по-моему. Да, он один из тех, кто давно вообще в кинобизнесе. То есть он уже был взрослее, чем Спилберг и чем Лукас, с которыми он работал. Но они смогли его... Они создали кино, которое подходило как бы его произведению. А, может быть, да. Они нашли друг друга. Ну, то есть он был взрослее, но его музыка так не была представлена, как начиная с фильма «Челюсти». Потому что «Челюсти» — это комбинация вместе с музыкой. Колоссально, да. Колоссально. Ну да, вот я... Сыграем сейчас, посмотрим. Опен-эр, может быть, в этом году по разным причинам там не очень корректно будет. Но в целом, да, я хочу сделать такой большой киновечер. Но это нужно все-таки там на Курултае делать. Не так, чтобы, понимаете, в арт-квадрат пришел, поиграл. А именно масштабно, как это делают в Голливуде. Огромные залы, огромные площадки, огромные экраны, чтобы это было. Но мы, в принципе, готовы это сделать и представить как следует. Причем можно представлять даже отделение советское кино, отделение Голливуд. Можно разные концерты делать. Юбилейный год, по-моему, да, у оркестра? Да, юбилейный, 30 лет. Очень знаковое событие, конечно. У нас, собственно, если говорить о фестивале, сейчас, конечно, проходит фестиваль. Три концерта в нем. Здесь мы выбрали по такому принципу репертуар, чтобы сыграли самые известные солисты оркестра. Люди, на которых держится оркестр. И люди, которые, некоторые из этих людей, оркестру, в общем-то, почти 30 лет и отдали. Ну, там, 20 с чем-то. Вот, например, Айгуль Муратова, блестящая солистка европейского класса. Поэтому будут играть наш концертмейстер Ильшат Муслимов, Аяс Нухов, фиолончелист Айгуль Муратова. На выезде будет Светлана Воронина играть, скрипачка. Кроме этого, Артур Назиуллин, директор, конечно, блестящий кларметист будет играть. Мы решили вот именно своими силами. Это вообще большая редкость, когда в оркестре есть такого уровня музыканта. Вот здесь мы даже можем похвастаться перед многими оркестрами. Не везде в оркестре в самом есть музыканты такого класса, чтобы просто вывести на сцену, на большую сыграть. Три концерта будет. Но кроме этого у нас еще большой тур. А вообще, если говорить не о фестивале, то весь этот юбилейный год под знаком 30-летия он у нас проходит, весь год состоит из очень интересных программ. У нас интересный абонемент был балеты Дягилева, где, кстати, к слову, все эти балеты были уфимской премьерой целиком. «Жар птица», знаменитый балет Стравинского «Дафни с Ихлоя», где я во всем этом абонементе на стены проецировалась как бы либретто. Я сделал просто перевод того, что там написано. Идет часовой балет, и на стены проецируется все, что написано в партитуре. Кто что делает. И это, конечно, многим тоже помогает. И сама музыка, конечно, захватывает невероятно, скажем, Равель. И еще, когда ты понимаешь вообще, что происходит по действию, это вдвойне, так сказать, захватывает. Абонемент Великий, симфоний продолжался у нас. То есть такого чего-то особенного, вот здесь иногда задают вопрос, а что особенного? Мы играем особенного здесь, самое главное, что? Тот уровень, на котором мы пытаемся представить произведение. Вот это вот самая главная особенность. А все остальное мы берем, так сказать, бессмертную классику. Есть такое утверждение, что произведение искусства не может как-то на человека повлиять, поменять жизнь и так далее. Но есть еще популярная фраза, что музыка лечит. Ну, кто-то говорит, что искусство лечит. Музыка лечит? Да, ну, конечно. Во-первых, есть масса физических опытов, как музыка структурирует воду, как звук смычка структурирует пластину, на которой песок. Как, наоборот, негативная, деструктивная или как афоничная музыка разрушает структуру клеток. Это, собственно, технические, физические исследования. Даже не обращаясь к физике, можно почувствовать, насколько та или иная музыка может вывести из состояния равновесия мысли, может тебе плохо стать, может, наоборот, тебя поднять, твое настроение. Поэтому здесь надо, так сказать, от физики отталкиваться. Никто не будет спорить, что то, о чем мы думаем, если мы думаем позитивно, это постепенно переходит в наши чувства, наши чувства становятся позитивными, чувства оказывают влияние на действия, действия становятся позитивными. Поэтому это, конечно, безусловный факт. Музыка или высокое искусство, которое настраивает на очень высокий лад, это очень важно. Это элементарная пища, которую ты потребляешь. И, конечно, если это хорошая пища, то она лечит любого человека, здоровое питание. Когда у человека какая-то болезнь, ему ту или иную форму питания советуют, это все понимают, чтобы он вылечился от каких-то недугов. Здесь то же самое, конечно, лечит, безусловно. Кроме того, моя мама перинатолог, она работает в перинатальном центре, это значит, что в Перми. Женщины, это государственный центр, готовятся к родам. Они находятся в атмосфере искусства, в атмосфере красоты. Как это все влияет сегодня. Перинатология — это такая глобальная наука, как на беременную женщину влияет именно окружающий мир, искусство. Это чисто физические, нейрохирургические исследования, как влияет это на все составляющие, насколько важно в момент вынашивания ребенка находиться в красоте, быть окруженной позитивами и так далее, как переживания матери отражаются. То есть это как бы математически точная наука уже сегодня. Может такое потрясение наступить, во-первых, что ты начнешь искусством интересоваться, даже примитивно просто. Тебя начнет это, ты почувствуешь, что какая-то музыка тебя вытаскивает из деструктивных состояний, из депрессии. Это очень часто бывало. Я считаю, что может. А потом, ну, литературу достаточно взять. Наверняка кто-то увлекается просто классической литературой, кто-то современной литературой, кто-то там нью-эйдж увлекается, кто-то увлекается историей религий, кто-то эзотерикой. Каждого человека так или иначе какая-то книга как произведение искусства все равно же оказывает на него огромное влияние. Если, например, книги воспринимать как произведение искусства, то здесь вообще никакого сомнения не может быть. Другой вопрос, что наверняка это люди могут говорить, которых мало что трогает, у которых такое довольно негативное отношение к жизни, потому что для меня это очевидно, что литература, что кинематограф, что музыка, что изобразительное искусство огромное влияние может оказать, конечно. А вы что-нибудь слушаете после трудного дня? Я слушаю раннюю музыку, я очень люблю все, что написано до 17 века, музыку от григорианских хоралов, ранняя полифония, вот Хильдегарда фон Бинген, Хильдегарда Бингенская, 11 век, написала массу музыки, у меня ее книги даже есть. Вот я очень люблю всю раннюю музыку, она приводит в состояние абсолютного покоя, абсолютного равновесия, и вот это моя страсть, такое хобби мое. Кроме того, я вообще каждый день стараюсь что-то слушать, новое, что я не знаю, с сочинений. Еще из не имеющего отношения к академической музыке есть такой канал в YouTube Meditative Mind, Meditative Mind. Там бывают очень хорошие ролики, просто звук, например, тибетских чашечек с водой, вот что-то такое. Какие-то красивые ролики действительно бывают, ну вот гармонизирующие. Да, потому что, конечно, после тяжелых таких, особенно, как вот мы говорили о работе главного дирижера, ты как бы, ну, автоматически в конфликте, даже если ты пытаешься работать, как принято говорить, знаете, это как бы есть фраза, из поля любви, да, такая банальная, ну, то есть, даже если ты работаешь как бы изначально позитивно, ну, все равно это конфликтно, все равно, все равно ты людям говоришь, что они что-то делают не так, все равно конфликт. И, конечно, это оказывает такое впечатление, часто под конец дня хочется просто уединения и подчеркнутой какой-то гармонии такой. Вот я часто слушаю раннюю музыку, либо вот с этого канала какие-то ролики люблю. Что вас делает счастливым? Ага, меня делает счастливым жизнь, сама по себе, продвижение вперёд, саморазвитие с точки зрения духовной, скорее скажу, работа над собой, работа над тем, о чём я думаю, вот я уже об этом говорил, над тем, что я чувствую как бы самодостаточность какая-то, хочется стать хозяином себя полностью, вот чтобы не было такого, что на меня извне что-то влияет, выводит из состояния, как говорится, равновесия, да, ну быть сильным очень человеком. Меня делает счастливым работа над собой и, конечно, тот момент, когда я могу что-то привнести в окружающий мир красиво. Это, я считаю, основной задачей своей облагораживания, вот как человека, живущего на этой планете, её облагораживание. Когда у меня это получается, иногда, когда я получаю какие-то отзывы о том, что я как-то повлиял на людей, которые были на концерте, что им было приятно общаться со мной, что они вдохновились, что-то получили от меня, я думаю, боже мой, какой я счастливый человек. Пусть это несколько человек, но действительно они от меня получили что-то настоящее. То есть я как бы не просто так живу, я выполняю какую-то работу, которая людей, условно говоря, делает ближе к высокому. Вот я недавно стал констатировать, что тот момент, когда у меня это получается, меня действительно делает подлинно счастливым человеком. Спасибо большое вам за разговор. Огромное спасибо, большое удовольствие, спасибо. Всегда, всегда приятно пообщаться. И приходите на концерты Национального симфонического оркестра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова